В столице Чувашии после реконструкции открылся один из филиалов городской детской больницы номер один, диагностический корпус. Какие изменения и новшества ждут юных посетителей и их родителей, узнавали мои коллеги. Ремонта здесь не было практически 30 лет. Многие кабинеты и оборудование уже не соответствовали стандартам, некоторые помещения находились в аварийном состоянии. Теперь об этих проблемах можно забыть. Отремонтированные коридоры, комнаты, регистратура, современные лаборатории и диагностические комплексы уже ждут юных пациентов. Ремонт сделали в кратчайшие сроки, всего за два с лишним месяца. В обновленном здании больницы работает отделение функциональной диагностики. Теперь все кабинеты УЗИ и ЭКГ находятся в одном месте. Отдельный блок – помещение для диспансеризации детей до одного года. Для маленьких пациентов есть две палаты дневного стационара. Оборудованы процедурные кабинеты. Здесь, во-первых, посвободнее стало. Всегда можно записаться. Я со старшей внучкой ходил, сейчас в шестом классе. Теперь вот с этой ходим. Здесь очень удобно. Все расположено. Квалифицированные врачи. В больнице сделали очень хороший ремонт. Стало очень удобно. На запись можно записаться у нас по телефону. Также присылают СМС-сообщение о том, во сколько будет прием и у какого врача. На одном из этажей поликлиники расположился центр здоровья для детей. Все оборудование новое и соответствует всем стандартам. Это стало возможным благодаря средствам из резервного фонда президента Российской Федерации. В медицинском учреждении особое внимание уделяют детям старшего возраста. Не так давно заработал республиканский подростковый центр. Такая служба в республике организовывается именно на нашей базе. Мы этому рады. Мы будем привлекать психологов, логопедов, врачей, дерматологов, косметологов для детей, гинекологов, урологов. То есть все, что здесь будет нужно. Теперь имеется отдельное помещение, имеются кабинеты для врачей. То есть нам есть где принимать еще и подростков, не только детей первого года жизни. На этом останавливаться не собираются. Скоро начнет свою работу центр семейной вакцинации, что позволит повысить эффективность профилактики инфекционных заболеваний. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика.